Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе будем готовить знаменитый тирольский пирог. Это десерт родом из Австрии. Незамысловатый, простой в приготовлении и очень-очень вкусный. Состоит он из бисквитной основы, ванильного заварного крема и верхний слой это всегда много ягод или кусочков фруктов, залитых в желе. В первую очередь испечем бисквит. Для него нужно 2 крупных яйца, 70 граммов сахара, 50 граммов муки, 20 граммов крахмала. У меня кукурузный, для бисквита можно брать и картофельный. И нужен еще лимон. Добавлю в тесто немного лимонной цедры. Духовку разогреваю до 170 градусов. Белки отделяю от желтков. Внимательно, чтобы часть желтка не попала к белкам. Белки переливаю в чистую и сухую миску. Взбиваю их на средней скорости миксера до пышной пены. Увеличиваю скорость и понемногу добавляю сахар, продолжая взбивать. Взбиваю белки до стойких пиков. Когда переворачиваем миску, они должны быть недвижимы. Теперь на минимальной скорости по одному подмешиваю желтки. Взбивать уже не нужно, просто перемешать. Муку смешиваю с крахмалом и просеиваю во взбитые яйца. Сюда же натираю цедру примерно половины лимона. Аккуратно перемешиваю лопаткой, словно складывая тесто. Форма у меня диаметром 23 сантиметра. Дно я застелила бумагой, бока ничем не смазываем. Перекладываю бисквитное тесто и разравниваю. Переношу форму в разогретую духовку. При 170 градусах выпекаю бисквит 25 минут. Духовку во время выпечки открывать нельзя. Режим вверх-вниз без конвекции. Готовность проверяем, надавливая сверху. Бисквит должен пружинить. Извлекаю форму из духовки и бросаю ее на доску из высоты 20-30 сантиметров. Так из бисквита выйдет весь воздух и он не будет опускаться во время остывания. Оставляю его полностью остыть. Теперь бисквит подрезаю по краю формы тонким и острым ножом. Извлекаю из формы, срезаю верхнюю корочку и если нужно подравниваю. Это знаменитый брошенный бисквит, мы уже не раз его с вами готовили. Готовый бисквит переношу на блюдо. Бортики из формы мою и кладу сверху. Внутри застилаю ацетатной пленкой. Если пленки нет, ничего страшного. Потом готовый пирог можно подрезать по краю формы, как и бисквит. Для пропитки бисквитов в 150 миллилитров кипятка растворяю 30 граммов сахара. Добавляю 1,5 столовых ложки лимонного сока. Размешиваю и оставляю сироп остыть. Пропитываю бисквит. Основа готова, теперь варю крем. Для крема нужно 300 миллилитров молока, 1 яйцо, 90 граммов сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, у меня с натуральной ванилью, 20 граммов кукурузного крахмала, 8 граммов желатина и 2 столовые ложки молока для желатина. Еще 150 граммов сливок для взбивания, жирностью 33-35%. Желатин заливаю молоком и оставляю набухать. В миску разбиваю яйцо, добавляю сахар и ванильный сахар. Взбиваю венчиком до пышности. Всыпаю крахмал. Молоко переливаю в ковш и довожу практически до кипения. Завариваю им яичную массу, вливаю понемногу, постоянно помешивая. Готовую смесь переливаю обратно в ковш, возвращаю на плиту. При постоянном помешивании венчиком варю до загустения. В горячий крем добавляю желатин и перемешиваю, пока он полностью не разойдется. Крем переливаю в миску, в контакт накрываю пищевой пленкой, чтобы он не обветривался, и оставляю остыть. Хорошо охлажденные сливки взбиваю до устойчивых пиков. Перед взбиванием венчики я помещаю в морозильную камеру на 10-15 минут. Так сливки лучше и быстрее взбиваются. Заварной крем должен быть немного теплее комнатной температуры. Частями подмешиваю к нему сливки. Переливаю на подготовленную основу. Убираю в холодильник на 30-40 минут. Крем должен немного схватиться. Сверху будем выкладывать на него клубнику. Для верхнего слоя я подготовила 500 граммов клубники и 2 клубничных желе. Каждая рассчитана на 200 миллилитров воды. Клубнику я разрезаю на 4 части. Порезать можно как хотите. Когда крем немного схватится, выкладываю клубнику. Примерно половину клубники вдавливаю в крем. В хаотичном порядке. Так у нас слой желе не будет отслаиваться от крема. Оставшуюся половину, примерно половину, выкладываю просто сверху. Пирог убираю в холодильник и делаю желе. 400 миллилитров воды довожу до кипения. Растворяю в ней 2 упаковки клубничного желе. Оставляю полностью остыть. Я помещаю в миску с холодной водой. Так быстрее. Как остынет, переношу в холодильник на час-полтора. И когда желе начнет густеть, покрываю клубнику. Вместо клубники можно использовать любые ягоды или кусочки фруктов. Вместо ягодного желе можно прозрачное желе для торта. Или, например, сок с желатином. Помещаю пирог в холодильник. Через 3-4 часа он готов. Пирог получился диаметром 23 сантиметра, высотой 5,5 сантиметров и весом 1 килограмм 800 граммов. Очень красивый, очень нежный и очень вкусный. Удивительно сбалансированный вкус и нежная кремовая текстура всего десерта. Бисквит очень хорошо пропитан. Вот прям сочный-сочный, с лимонным ароматом и вкусом. Потрясающий пирог. И вот хочется еще его попробовать с малиной. Я думаю, будет очень вкусно. В общем, друзья, надеюсь, я вас вдохновила. Обязательно приготовьте, порадуйте себя и своих родных. Удачной вам выпечки. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok